В первые минуты матча игроки хоккейного клуба «Саров Инвест» сумели отправить в ворота «Заречных Бобров» сразу две шайбы. Но спустя всего несколько минут красный свет загорелся уже за нашими воротами. Тоже дважды. Второй период прошел на равных, команды обменялись голами и на перерыв ушли со счетом 3-3. Те ребята немножко постарше, которые приехали из «Заречного». Ну и у нас ребята, я так посмотрел, даже лучше играют, чем на область в плей-оффе. Интересная очень игра, жесткая на самом деле. Несмотря на то, что товарищеский матч, интересно смотреть. Даже интереснее, чем некоторые матчи у нас в сезоне были. Воротари стоят очень хорошо, что в нашей команде очень отлично выступают, что в «Заречной» команде. И хотелось бы, чтобы видеть больше комбинаций красивых. В третьем периоде «Заречные Бобры» отправили в наши ворота очередной гол. Саровчане ответили шайбой. Исход матча решился за две минуты до финального свистка. Фортуна улыбнулась гостям. 4-5 в пользу хоккейного клуба «Заречные Бобры». «Тяжело было, конечно. У вас там ребят помоложе, я думаю, как собрали хорошую команду. Но в счет 5-4 по игре, я думаю, что могли выиграть. И они, и мы. Ну, нам повезло где-то больше просто». Товарищеские матчи с командой «Заречные Бобры» спортсмены «Саров Инвеста» стараются проводить регулярно. А такие встречи позволяют хоккеистам обмениваться мастерством и делиться опытом друг с другом. «Команда хорошего уровня. Просто решили сделать благодаря Владимиру Витальевичу Розанову такой матч закрытия. Просто порадовать болельщиков. Не хотели заканчивать поражением сезон, но в итоге мы им закончили. Огромное хочу сказать спасибо болельщикам от лица руководства, от лица команды, от тренерского штаба. Респект вам. Приходите, люди, мы вам рады». Этот сезон закрыт, а в конце августа «Саров Инвест» начнет подготовку к новому хоккейному сезону. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24.